ребят всем привет начинаем с вами новый день новый влог стою на остановке жду автобус вышла как всегда автобус наверное недавно уехал пустая остановка вот стою жду надо сегодня съездить поликлинику записалась к одному врачу погода как всегда у нас такая 0 градусов даже немножко плюс плюс 2 везде слякоть везде грязь везде сера не интересно ну а хочется чтобы уже был какой-то вот стабильный снег стабильный минус так уже и деткам хочется насладиться снегом и нам взрослым хочется насладиться уже вот сегодня 12 февраля получается почти скоро закончится зима а снега толком мы не повидали ребята хочу показать где находится наш поликлиник вот сейчас такая вот грязюка конечно и мне надо быстренько быстренько через эту грязюку пройти такое знаете мини-квест смотрите результат моего квеста вот ужас вот мои ботинки ужас как мне теперь перейти в такую ботинку к клинику еще и штаны заляпала кошмар смотрите вышла я из поликлиники идет снежок все ребята заказала фотографии хочу маме сделать несколько фотографий в подарок смотрите какая здесь красота какая экспозиция у тебя как бы сердечко смотрите в нашем магазине в Ринн-Сити скоро откроется новый магазин до этого у нас был честно рестораны ну честно до сих пор больше лайца это как �ар хороший дев 64 cose вот щас сейчас у меня отпуск и я могу днем прийти в магазин попробовать свобода. Я никогда не видела такого свободного, пустого магазина. Вау! Круто! Смотрите, зашла еще в один магазин, офис конмаркет, мне тоже очень нравится. И вот увидела к одни всех влюбленных вот такие вот интересные вещи. Это знаете, что это горячий шоколад. Любовь. Хочу всегда с тобой пить рядом. Вот такая вот баночка горячего шоколада. Стоит 1,6-5 кофеек. Смотрите, ты на космос. Это тоже горячий шоколад. Печенье с предсказаниями для влюбленных. Столько всего интересного. Баночки с желатиночками. 13 рублей. Мне очень понравился вот этот пузырек силушки. Знаете, что это такое? И очень-очень много всего интересного. Смотрите, зашла в магазин Миткей. Это такая акция. 5 плюс пар. То есть берешь 5 масок любую. И 5 масок тебе будет подарок. Вот получается платишь 10 рублей, но это примерно 5 долларов. 10 масок. Смотрите. Ой, какие масочки прикольные. Вот такая масочка. Мясочная, интересная. Скотная маска. Молочная маска. Вот у него 3 рубля 50 копеек. Смотрите, какая красивая масочка. Молочная маска. Молочная маска. Ну они поднажены. То есть они получаются походу. 35 рублей. Можно еще маска лениться. Вот так все ярко. Посыли, конечно. Сейчас буду определить, какую маску купить. Зашла еще в один магазин. Я просто такие магазины обожаю. Пройти мимо не могу. Смотрите, какая подушка. Вот. Вот. Она такая с блестящими ниточками. Так смотрится классно. Как-то он по-другому называется этот магазин. Но вообще это фирма Home and View. Вот есть такой магазин. Вот я была в Польшу. Там был такой магазин Home and View. И получается, к нам это все привели. И она называется по-другому. Смотрите, какая подушка. А вот какая подушка на цену. Здесь, конечно, атомные. Вот 38 рублей. Это только за чехол. За чехол. Смотрите, какие штуки для стульев. Это подушки для сиденья. Вот, например, 46 рублей. Вот такую кукушечку. Вот такие. Сколько они осталось получается? 38 рублей. Вообще, я присмотрю себе там вот плед. Посмотрите, той же фирмы Home and View. Вот есть вот такой плед. Если бы вы знали, какой он мягкий. Какой он приятный. В принципе, цвет такой универсальный. 72 рубля. Висят на 200. Как раз универсальный размер. Смотрите, какой он такой фирмы. Смотрите, есть вот такие вот пледы. Они получаются с такими вот, как это, пумпончиками. Они тоже идут размером 150 на 200. Стоят 85 рублей. Тоже очень нежные, приятные. И точно такие же пледы, только тут идет еще металлическая нить. Вот. Видно ли? Здесь вот такие вот, создают блестки. Вот. В сером цвете, в розовом, в синим и в белом. Я вот думаю, какой плед на выбрать. Если вы помните, у меня есть такой диван в зале. Он не в очень хорошем состоянии, потому что коты его, конечно, совсем привели к такому состоянию. И надо срочно что-то делать. Посоветуйте, какой плед мне выбрать. Смотрите, какие подушечки. Это уже чехлы для стулья. Я не могу. 34 рубля. Это серый цвет получается. Это розовая. Посмотрите, какой каротинный поднос я нашла. И вот получается, ставишь сюда кофе, яичницу и несешь мужу на завтрак. Вот здесь вот такой вот в белом цвете. А еще такая интересная штука. Видите? Театайм. Это получается, сюда вставляешь пакетики чая. Вот как домик для пакетиков чая. И вот отсюда, снизу, берешь чай. Каждый раз купила пакетик. Очень удобно, практично. Вот смотрите, магазин называется вот так. Дом декор. Вторая разница. Еще и скидки сейчас. Ребята, все, наконец-то я дома. Наконец-то я вернулась. Как я и говорила, погода на улице просто отвратительная. Снег перешел в дождь. И это все какое-то такое мокрое, все какое-то непонятное. В общем, ужас. Как я вам показывала, я была в магазине. Сейчас покажу, что я купила два пакета. Вообще-то я собиралась купить просто по минимуму. Ну, там хлеб, батон, как обычно. В итоге я зашла в магазин, и у меня получилось два пакета. Вот такие йогурты. Эпика. Это у нас с медом, корицей, миндаль, сушеные яблоки и клубника. А тут больше орешки разные тоже. Эпика. Еще два. Далее. Банка кофе. Далее. Колбаска. Сыр моцарелла. Тесто. Как ты умыться? Что я буду из этого готовить? Ну, конечно же, пиццу. Еще добавлю обычного такого сыра. Это я, опять же, купону Green купила вот такие желатинки. Далее. Вот такие круассаны. Далее. 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 Чесночные пышки. Очень вкусно их с супчиком. Далее. Далее. видела у одного блогера. Очень хорошее средство от засоров. Шумонит. Вот. Купила две упаковки. Посмотрим. Покончим первый пакет. Теперь ко второму. Еще одни круассаны. Это уже с шоколадом. Бекон. Хочу сделать с утра с глазунью, с яичницей. Вот такая вот булочка вкусная с яблоком. Вот такой пирог. Помидоры черри. Вот такое печенье захотела купить. Это у нас грибы к пицце. Помидорки. Это тоже для пиццы. И вот такая вот говядина. Мне очень понравилась говядина. С утра и вот днем хороший выбор говядины. Это вот стейки буду делать. Все? Все, ребята. Буду наконец-то кушать. Уже четыре часа. Я, получается, только завтракала. Пила кофе. И вот следующий мой прием пищи. Вчера делала вот такой вот супчик с тефтельками. С фрикадельками. Вот. Буду такой супчик. И вот чесночные булочки. Пышки. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Вот уже и Тимка пришел с бассейна. Привет-привет. Привет-привет всем. А я решила попить кофе. Сделала кофе себе с молочком в такую кружечку. Буду вот с этими печенечками. Сейчас покажу, что там за печеньки. Ну, вот такие вот. Попробую, что за печеньки. Ну, вот с этим просто. Еще, ребята, хочу показать вам мое новое увлечение. Так как оно у меня возникло совсем недавно. Ну, в ноябре прошлого года. Вот мне очень нравится собирать картины, выкладывать их стразами. Вот эту работу я почти закончила. Это у меня такой вот волк. Осталось совсем чуть-чуть, как видите. Чуть-чуть осталось. Но вот эти вот последние шаги, они, ну, на самом деле, самые сложные. Потому что в последнее время, ну, совсем нет времени. Масло масляное сказала. Вот инструкция. Тут получается именно в этой картине 54 цвета. То есть это довольно много цветов. Вот тут уже у меня совсем чуть-чуть осталось. Вот они идут в таких зип-пакетах. Очень удобно. Сейчас пока есть время. Минутка. Хочу пособирать картину. Вот я, получается, вот в такой лоточек специально насыпаю цвет. У меня квадратные стразы. Бывают еще и круглые. Круглые. Это легкие такие вот. Такие квадратные. Их надо постараться так. Делаем такие дорожечки. Поставить. Чтобы они подошли. Выбираю цвет, который мне нужен. И все. И выкладываем. На самом деле у меня такое бывает совсем редко. Когда я могу вот просто сесть и начать выкладывать стразы. Потому что целый день расписан. Очень много дела. С детьми надо делать уроки. Приготовление еды. Магазины. Ну, на самом деле очень много разных вопросов. И вот когда освобождается вот эта вот минутка. Когда нам можно сесть и заняться любимым делом. Это просто кайф. Ну что, ребятки. Буду с вами прощаться. Уже достаточно поздно. Поэтому буду заканчивать сейчас со своей картиной. И буду уже спешить к детям. Ложить их спать. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели это видео. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк этому видео. Мне будет очень приятно. Также не забывайте подписаться на мой канал. А для того, чтобы получать информацию о моих последующих роликах. Не забывайте нажимать на колокольчик. Все. Спасибо всем за просмотр. И всем до завтра. Пока-пока.